Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 26 мая 2019 года и у микрофона Леон Вайнстайн После утверждения Нэнси Пелоси, что Трамп сорвался во время их встречи в Белом доме Кричал, что топал ногами, брызгал солюной И что у него, значит, расшатана, как бы вот, психика у него расшатанная, она сказала Трамп заявил, что он невероятно устойчивый гений И что Нэнси просто не врубилась и не врубается в тонкости финансовых отношений Скажем, так сказать, в новом договоре между США, Мексикой и Канадой Который Конгресс должен утвердить, она уже, как он сказал, не совсем в себе Как она сказала, потеряла себя И, значит, ну, в России сказали бы, наверное, что-нибудь типа, там, крыша поехала, да Одновременно Трамп сообщил, что он будет выделить 16 миллиардов долларов на помощь фермерам Которые, значит, сейчас начнут страдать из-за торговых войн с Китаем Они поставляли туда достаточно большое количество, значит, сельскохозяйственных товаров И, значит, в отместку за то, что мы ввели пошлины, и Китай тоже ввел пошлины на их товары А, значит, деньги эти пойдут из собранных на границе привозе китайских товаров средств Ну, естественно, что население в финале будет за это платить, потому что будет покупать товары дороже Но, таким образом, все население страны отдает по чуть-чуть из своих средств На поддержку тех, у кого даже битва с Китаем может действительно разорить Или значительно ударить по их благосостоянию Там, типа, значит, как страховка, которая складывается в корзину Все деньги ото всех по чуть-чуть А потом, когда у кого-то происходит что-то там, страховый случай, что называется, пожар Там, где машина ударена, значит, из этих денег берется и ему выплачивается То есть, это разбросанный на всех расход на покрытие, что называется, проблемы или катастроф Пелоси в идиотском совершенно положении Оказалось, потому что, значит, выступать и говорить, что раз Трамп, значит, затеял борьбу с Китаем Которую, кстати, поддерживают сенатские демократы, в том числе То, мол, пусть он и возмещает фермерам потерянный доход Значит, это позиция убийственная, естественно, для демократов То есть, она такая антифермерская сразу же получается, а не анти-Трамповская А поддерживать Трампа, значит, это начать новую, значит, битву внутри демократов Конгресса, который совершенно в угаре абсолютно Наркотической зависимости от ненависти к Трампу Просто наркотическая зависимость уже И нужно больше и больше и больше, значит Значит, хоть кого импичмент Значит, неважно, кого-нибудь они хотят импичь, там Барри, Кавано, там Пенс Ну, конечно, лучше всего, если бы самого его, Доналда Джей Трампа И вот, я думал, Конгресс испугался того, что произошло с CNN Значит, когда в день публикации выводов, значит, комиссии Мюллера 50% зрителей, почувствовав, что их обманывали два года Просто перестали смотреть CNN Кстати, 35% на MSNBC тоже перестали их смотреть Но CNN, тем не менее, продолжает свою Трампа-ненавистническую деятельность А в пятницу, значит, пришло сообщение о массовых увольнениях На этом новостном канале, когда-то гиганте, да Ставшим абсолютно отделом пропаганды Левого Крыла Демократической партии Америки Начали они с того, что уволили часть сотрудников отдела медицины и здоровья То есть отдела, который единственный, по-моему, не занимался противо-трамповской пропагандой Значит, заявить, что кишечный грипп этого и на Трампа, конечно, можно Но, по-моему, они этого еще и не делали Значит, до того более 100 человек в центре, значит, 100 сотрудников в центре CNN Им предложили уйти на раннюю пенсию Значит, но по опросам бывших и настоящих сотрудников CNN Выяснилось, что, значит, как руководство, так и подавляющее число тех людей Которые, значит, вот сидят и что-то говорят с экрана Или редакторов, которые готовят им это, так сказать, корреспондентов Они совершенно открыто ненавидят людей с иными политическими взглядами И выживают их из рядов, значит, этой, ну, когда-то, так сказать, якобы Якобы организации, которая несла, так сказать, действительно новости Вот, CNN принимают и держат только верных одной партии оголтелых И не принимают никакие другие мнения и факты И если кто-то приходит и, скажем, вызывают специалиста на интервью И он высказывает что-то, что противоречит их видению мира То они больше, во-первых, затыкают во время того, что он говорит Пытаются, значит, закричать, перекричать, переключить внимание и тому подобное Выставить его полным идиотом Кроме того, больше его никогда не приглашают А CNN, их же сотрудники говорят, что даже на дискуссии Они, когда приглашают республиканцев То они тщательно выбирают только тех, кто не любит Трампа Всех страны, значит, немедленно, при первом подозрении В симпатиях к Трампу или там к республиканцам Перестают приглашать, увольняют, уходят, выпихивают и тому подобное Значит, CNN стала действительно вот оголтелым рупором оголтелых Больше иначе мне вот никак это не сказать В общем, туда и дорога, кстати, значит И могут захватить с собой также New York Times, Washington Post и MSNBC Вот, на кладбище когда-то интересных средств массовой информации С тех пор, как они перестали даже пытаться казаться независимым информационным центром А стали, ну, там, так сказать, не знаю, рупором пропаганды, скажем так Можно только повторить след за Трампом Они враги нашего народа Вот, и теперь немного об Иране и опасности войны Потому что, как бы, так сказать, вот Каждый раз, когда раздувается конфликт достаточно серьезных сил То он начинает попахивать Становится немножко страшно Вот, недавно я получил статью из Израиля Так, у Владимира Егенкелевича Это израильский эксперт по военным вопросам В статье говорится о возможной войне США с Ираном И рассматриваются разные сценарии действий сторон Значит, на сегодняшний день Иран ведет войну с суннитами Значит, Израилем и США Через или с помощью ряда террористических организаций Которые они там организовали, финансируют И, значит, на деньги они это делают сейчас Которые Обама им передал И с оружием, изготовленным по, значит, методикам И просто закупленным в, доставленным, закупленным, подаренным им России Целый ряд событий доказывает, что Иран действительно воюет А не просто, так сказать, устраивает всякие провокации Делает это осознанно и достаточно серьезно Значит, атака беспилотников происходила на нефтяные инфраструктуры Саудовской Аравии Нападение на танкеры и торговые суда По-моему, четыре корабля они атаковали Которые перевозят нефть, там, товары суннитов Ну, скажем, так сказать, ракетный обстрел Израиля И попытка ракетного удара по посольству США в Ираке Ответы, естественно, идут, ну, совершенно не симметричные Израиль раздолбал ряд военных объектов Ирана в Сирии Нефтяная эмбарго Ирана, санкционированная США, значит, работает и прессингует их Объявление главного военного подразделения, значит, Ислама, Ирана Это корпус стражи исландской революции Как террористической организации Их, скорее всего, не террористическая организация Приводит, естественно, к тому Стра уж делает из всех тех, кто торгует с ними Поддерживает какие-то отношения и прочее Пособниками террора, терроризма Что, так сказать, заставляет компании и организации Почесать, так сказать, в голове и подумать Потому что если они пособники терроризма То США с ними и дело иметь не будет Естественно, Ирану серьезно не нравятся эти действия И разведки Израиля и США сообщили нечто Что же оставило Трампа Ну, во-первых, послать эскадрилью тяжелых бомбардировщиков туда в регион Потом доставить ракеты, значит, Патриот туда же Ввести в район Ирана 7 боевых кораблей Включая авианосцы, включая вертолетоносцы Так сказать, корабль в трюме которого Стоят готовые к бою подводные лодки А также, значит, так сказать, если я не ошибаюсь То мы держим в такой, так сказать, если не боевой готовности То, так сказать, в готовности, да? 120 тысяч наших солдат до переброски в регион Этих солдат, по утверждению Владимира, значит, Никелевича Мало для наступательной войны Но совершенно достаточно для сдерживания, так сказать, Ирана Или их прокси, их союзников Ну, вот теперь, получив цифры и данные от военного эксперта Давайте подумаем, какие могут быть продолжения у этой эскалации конфликта И кто может присоединиться к сторонам конфликта Значит, к США, значит, к США, естественно, присоединяются И с этой стороны действуют, или, по крайней мере, существует Израиль, Саудовская Аравия А с ними все, почти все сунниты Для этого сейчас король Саудовской Аравии Значит, кому, если помните, значит, в пол кланялся Барак Обама Собирает в Мекке руководителей единоверцев, суннит Европейцы не присоединятся, как я понимаю, к, как бы, ведомой Трампом коалиции И будут пытаться всеми силами не потерять доходные, выгодные проекты на территории Ирана Значит, Европе наплевать на самом деле Значит, утопят ли там, так сказать, аетолы в Крыме всех израильтян или не утопят Может, всех евреев тоже с ними, бог его знает Неважно им, я понимаю, руководство Европы Большинство, которого детей не имеет Значит, 8 руководителей европейских государств Опять же, есть на вскидку, да, не имеют детей Очень, значит, простая философия у них После меня хоть потоп Вопрос, будет ли Россия ввязываться в конфликт с США Будет ли Путин рисковать серьезным военно-политическим поражением Чтобы, значит, ну, как бы, так сказать, приостановить Трампа А если Иран сделает что-то, что с точки зрения, значит, США перейдет какие-то границы Которые они там для себя, так сказать, мы для себя установили А туда полетят ракеты, естественно, да, так сказать Бить по военным объектам И ПВО, скорее всего, полетят тысячи дронов, чтобы заблокировать системы, там, иранских коммуникаций Если в отместку от Хизбаллы, Хамаса, там, или Исламского Джигада полетят ракеты в Израиль То израильтяне, скорее всего, выйдут из состояния того невмешательства, о котором заявил Натаньян И более, скажем, не сдерживаемые ни США, ни ООН, ни общественным мнением зайдут в газу И займутся, ну, скажем, назовем-то ее очисткой от оружия и боевиков Бежать боевикам ни в Иорданию, ни в Египет, конечно, не получится Значит, их там просто вырежут всех, выкосят Вот, так что бежать они смогут только в Сирию, которая будет, естественно, следующей целью для Союза Америка-Израиль-Зунитов Военные удары будут сопровождаться, естественно, информационной войной Обещающей поддержку силам противников режима Аятоллы Значит, здесь, конечно, европейцы и Россия постараются влезть, как миротворцы С целью любыми абсолютно силами сохранить существующий режим Но если дело зайдет далеко, то остановить Трампа сможет только Конгресс США Ну, скажем, значит, Иран удержится от резких каких-то движений Тогда, значит, ежедневно и ежечасно режим будет ослабляться санкциями Иран после последнее время, так сказать, он, так сказать, последний паралет экспортировал приблизительно 2,5 миллиона баррелей в сутки А в результате санкций уже снизил экспорт до 1 миллиона баррелей в день А США продолжают давление еще Значит, денег в Иране, значит, если бы не подарок Обамы, уже бы не было Но любые подарки, они когда-то кончаются И, значит, поддерживать созданные имиджи террористической организации Иран уже не сможет Закупка продовольствия даже для самой страны, значит, привычных уже западных товаров замедлится Недовольство народа, значит, давно требующего, значит, помогать гражданам из Ирана, так сказать, вместо того, чтобы тратить деньги на экспорт революции Значит, может стать той волной, которая смоет Этол, если, конечно, американские войска и сунниты будут без устали бомбить, так сказать, вот Все верные аранскому джихаду подразделения, особенно, вот, так сказать, гвардию, о которой я уже говорил И вот тут большой вопрос, насколько Россия захочет рисковать, значит, пан или пропал, значит, в конфликте с США Путин постоянно нарывается, там, в Венесуэле, в Сирии, там, в Украине, в Грузии Но нарываться это одно, а встать на дороге американских крылатых ракет, это немножко другое Захочет ли Путин расчехлить ракеты с атомными боеголовками Или передать Ирану, там, корейские атомные, так сказать, боеголовки Если да, будет ли Иран только угрожать? Или действительно взорвет, там, пару бомб с начинкой, там, постарается взорвать? В Саудовской Аравии, например, да? Там, Мекка, там, не очень правильно взывать-то, да? Или попробует пробить железный купол, там, Израиля Может, они просто какую-то третью страну бросят и скажут Будут себя бить в грудь и кричать, вот, значит, если то Ну, посмотрим Ну, до Израиля, конечно, иранским ракетам из Ирана не долететь Поэтому, возможно, они будут пытаться делать из Газа, там, или из Сирии Вот, в Сирии израильтяне для того и бомбили их подразделения Чтобы там не осталось никаких у них, так сказать, мест, из которых они могли бы по Израиле удачно выстрелить Значит, мое личное ощущение, что в Иране Россия будет разыгрывать такой вот сирийско-венесуэльский вариант То есть, не давать мулам сделать какие-то реально провокационные действия Введя туда свои, или, вполне возможно, может быть, какие-то не свои, там, типа, кубинцев и никарагуанцев Есть такое слово, никарагуанцы, ну, войска никарагуана, значит, в Венесуэлу Но, значит, под обещание, скажем, Айтол не экспортировать исламскую революцию мусульманской регионы Российской Федерации Правда, Айтолу можно верить приблизительно так же, как Путину и, вообще, так сказать, российским режимам Всем, которые были То есть, сегодняшняя отчаянная активность Ирана затухнет, вот в таком варианте И режим с помощью России будет всеми силами сдерживать народное возмущение И пытаться сохранить власть и жизни, естественно И теперь это уже дело ЦРУ, значит, МОСАДА, там, агентов влияния Саудовской Аравии Организовать там переворот Хотя, правда, должен сказать, что американцы поразительно не умеют это делать И никогда не умели Так что лучше, если ЦРУ бы в это не лезло А если Россия будет готова использовать атомную бомбу в Иране Для чего, вы спросите? А для того, чтобы все знали, что произойдет На что будет готов пойти режим Путина, если его загонят в угол Вот, тогда начнется совсем другая игра, естественно Она начнется, тогда начнется возможность начала Четвертой, если считать, что третья это холодная Четвертой реально теперь уже мировой войны Причем той первой, которая может реально прекратить жизнь на земле Такого у нас еще не было А может и удастся Путину перепугать Запад И поставить его на те самые колени, с которых Россия так-так Мучительно встает уже эдак 30 с лишним лет, по-моему Некоторые говорят, что встает она, чтобы стать на четверинки А вот есть народное выражение, точно определяющее эту позицию Может, Европа закричит, не хочу умирать там, так сказать, хоть под кем, но жить Может, половина Конгресса и Сената обделают, так сказать, Испония Все может быть А может и нет Все-таки во главе Америки и свободного мира находится не Обама Не Барак, а Обама В общем, будущее, как всегда, совершенно загадочно Предсказать его невозможно Зависит от очень многих факторов И будем надеяться, что оно, оно, оно не станет ужасным Будем надеяться, что все-таки какие-то более прохладные головы победят До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok